В одном городе, на одной улице, в одном доме, в квартире номер 66, жила-была маленькая, но очень умная собачка Соня. У Сони были черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы, ресницы. И еще аккуратный хвостик, которым она обмахивалась, как веером. А еще у нее был хозяин, которого звали Иван Иванович Королев. Поэтому живший в соседней квартире поэт Тим Собакин и прозвал ее Королевской дворняшкой. А остальные подумали, что это такая порода. И собачка Соня тоже так подумала. И другие собаки так подумали. И даже Иван Иванович Королев тоже так подумал, хотя знал свою фамилию лучше остальных. Каждый день Иван Иванович уходил на работу. А я сидела одна в своей 66-й Королевской квартире. И ужасно скучала. Наверное, поэтому с ней случались всякие интересные вещи. Ведь когда становится очень скучно, всегда хочется сделать что-нибудь интересное. А когда хочешь сделать что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно получится. А когда что-нибудь получается, всегда начинаешь думать. А как же это получилось? А когда начинаешь думать, почему ты становишься умнее? А почему? Никому неизвестно. Поэтому собачка Соня и была очень умной собачкой. Когда маленькая собачка Соня еще не была умной собачкой Соней, а была маленьким умным щенком, она часто писала в коридоре. Хозяин Иван Иванович очень сердился, тыкал Соню носом в лужу. Это кто сделал лужу? Это кто сделал лужу? Воспитанные собаки должны терпеть и не делать луж в квартире. Мне это, конечно, ужасно не нравилось. И вместо того, чтобы терпеть, я старалась незаметно делать это дело на ковре. Ну, потому что на ковре луж не остается. Но однажды они вышли гулять на улицу, и маленькая Соня увидела перед подъездом огромнейшую лужу. Это кто сделал такую огромную лужу? Удивилась Соня. А за ней она увидела вторую лужу, еще больше первой. А за ней третью. Это, наверное, слон. Ой, сколько же он терпел. И с тех пор она перестала писать в квартире. Здравствуйте, спасибо и до свидания. Как-то на лестнице маленькую собачку Соню остановила пожилая незнакомая такса. Все воспитанные собачки при встрече должны здороваться. Здороваться. Это значит говорить здравствуйте, привет или добрый день и вилять хвостиком. Здравствуйте. Сказала Соня, которой, конечно же, очень хотелось быть воспитанной собачкой. И, вильнув хвостиком, побежала дальше. Но не успела она добежать и до середины таксы, оказавшейся невероятно длинной, как ее снова окликнули. Все воспитанные собачки должны быть вежливыми. И если им дают косточку, конфетку или полезный совет, Говорит, спасибо. Спасибо. Сказала Соня, которой, конечно же, очень хотелось быть воспитанной, вежливой собачкой и побежала дальше. Но только она добежала до таксиного хвоста, как сзади послышалось. Все воспитанные собачки должны знать правила хорошего тона. И при прощании говорить, до свидания. До свидания. Крикнула Соня, и, довольная тем, что знает теперь правила хорошего тона, бросилась догонять хозяина. С этого дня собачка Соня стала ужасно вежливой. И, пробегая мимо незнакомых собак, всегда говорила. Здравствуйте, спасибо и до свидания. Жаль, что собаки ей попадались самые обыкновенные. И многие кончались раньше, чем она успевала все сказать. Что лучше? Собачка Соня сидела возле детской площадки и думала. Что лучше? Быть большой или маленькой? Ну, с одной стороны, большой быть значительно лучше. И кошки тебя боятся, и собаки тебя боятся. Даже прохожие тебя опасаются. Но с другой стороны, маленькой тоже быть лучше. Потому что никто тебя не боится, и не опасается, и все с тобой играют. А если ты большой, тебя обязательно водят на поводке и надевают на тебя намордник. Как раз в это время, мимо площадки, проходил огромный и злющий бульдог Макс. Скажите, а это очень неприятно, когда на вас надевают намордник? Макса этот вопрос почему-то страшно разозлил. Он зарычал, рванулся с поводка и, опрокинув хозяйку, погнался за Соней. Думала собачка Соня, слыша за спиной грозное сопение. Все-таки большой быть лучше! К счастью, по дороге им встретился детский сад. Соня увидела дыру в заборе и быстро юркнула в нее. Бульдог же никак не мог пролезть в дыру, и только громко пыхтел с той стороны, как паровоз. Все-таки хорошо быть маленькой. Если бы я была большой, я бы ни за что не проскочила в такую маленькую щель. Но если бы я была большой, зачем бы я вообще полезла сюда? Но так как Соня была маленькой собачкой, то она все-таки решила, что лучше быть маленькой. А большие собаки пусть решают сами. Как Соня научилась разговаривать. Как-то собачка Соня сидела у телевизора, смотрела свою любимую передачу «В мире животных» и думала. Интересно, вот почему люди умеют разговаривать, а животные нет? А ведь телевизор тоже разговаривает. Когда его включают в розетку? Значит, если меня включить в розетку, я тоже научусь разговаривать. Взяла собачка Соня и сунула хвост в розетку. А там кто-то как вцепится в него зубами. Отпустите, больно! И, выдернув хвост, отскочила от розетки. Тут из кухни прибежал удивленный хозяин. Ну и ну! И, погладив дрожащую Соню, добавил. Глупенькая, ведь там же электрический ток. Будь осторожней. Интересно, а какой он из себя, этот электрический ток? Маленький? А какой злой! Ой, хорошо бы его приручить. Она принесла из кухни косточку и положила ее перед розеткой. Ой, а может он не ест косточек? Или не хочет, чтобы его видели? Она положила рядом с косточкой шоколадную конфетку и ушла гулять. Но когда она вернулась, все оказалось нетронутым. Этот электрический ток не ест вкусных косточек. Этот электрический ток не ест шоколадных конфет. Странный он какой-то. И с этого дня решила держаться от розетки подальше. Собачку Соню интересовали самые различные вопросы. Почему, например, сахар сладкий, а соль соленая? Или вот зачем люди ходят на работу? А где растут сосиски? Хозяин считал Сониной вопросы глупыми, хотя ни на один из них не мог ответить. Глупый вопрос. Сахар сладкий, потому что это сахар. Понятно? А если бы он был солью? Иван Иванович сердился и ничего не отвечал. Но чем больше он не отвечал, тем больше у Сони появлялось вопросов. Однажды ее вдруг заинтересовало, откуда берется вода в кране. Глупый вопрос. Ясно, откуда? Из трубы. А в трубе откуда? Ну, а в трубе из реки. Ну, а в реке? В реке из моря. А в море? Из океана. Откуда же еще? Соня ясно представила, как вода из океана течет в море, из моря в реку, из реки в трубу, а из трубы прямо в кран. И это ей ужасно понравилось. Ну, но если вода течет из реки, а в реке есть рыба, то значит, она течет вместе с рыбой. А раз она течет вместе с рыбой, то значит, я могу устроить отличную рыбалку! Когда Иван Иванович ушел на работу, она достала из кладовки сачок. Открыла в ванный кран и стала ждать. Интересно, а кого я поймаю? Ой! Хорошо бы кита! Ждала она, ждала, но кит из крана не появлялся. Конечно! Для китов кран слишком узкий! Но уж бычков и килек я наловлю наверняка! Но бычки и кильки тоже почему-то не показывались. Наверное, они выглядывают из крана. Видят, что я здесь и прячутся обратно. Вот хитрые! Соня заткнула ванну пробкой, ну, чтобы кильки не утекли на второй этаж. Накрошила в нее хлеба и отправилась по своим делам. Минут через десять в ванной послышался странный шум и плеск. Так и есть! Кит! Соня схватила сачок и вбежала в ванную. Река стремительно лилась через край и разливалась в озеро. Но ни кита, ни самой малюсенькой кильки в ней не оказалось. Лишь резиновый тапочек Иван Ивановича одиноко покачивался на волне. Куда же подевалась вся рыба? Ну, не может же быть, чтобы ее совсем не осталось! Ну, хоть десять рыбешек в реке-то осталось! Соня представила, как десять рыбешек плывут по реке, потом вплывают в трубу, потом поднимаются по ней наверх. О-о-о! Ну, конечно! Они поднимаются наверх и там их вылавливают. Сначала их вылавливают на двенадцатом этаже, потом на одиннадцатом, потом на десятом, потом на девятом. А потом нам на третьем ничего не остается! Мам! Весь день Соня думала о тех жаденых наверху, которые сами вылавливают всю рыбку, а другим ничего не оставляют. И пришла к выводу, что устраивать рыбалку в квартире бесполезно. У них там наверху может быть и рыбалка. А у нас здесь одно наводнение. Бинокль Как-то днем, когда хозяина не было дома, собачка Соня сидела на подоконнике и рассматривала улицу в бинокль. Это такая штука, с одной стороны, которая все близко-близко, а с другой далеко-далеко. То, что ей нравилось, Соня рассматривала с близкого конца, а то, что не нравилось, с далекого. Очень понравились, например, вот один прохожий, сумки у которого лежали, сосиски. Ой, сосиски! Они были такие большие и прошли так близко, что даже сленки потекли. А еще, еще понравился киоск с мороженым на углу и большой куст сиреней. А вот дворник Седов, подметавший неподалеку тротуар, совсем не понравился. А еще больше не понравился дворников кот и нахальный, и огромный, как тигр. Но умная Соня быстро перевернула бинокль и дворник оказался размером с кота, а кот размером с мух. Затем Соня посмотрела вниз и от испуга чуть не выронила бинокль. Земля была так далеко внизу, как будто я сидела не в квартире, а в космической ракете. Но умная Соня снова перевернула бинокль и земля так приблизилась, что до нее можно было лапой достать. Пойду-ка я погуляю. Обрадовалась Соня, шагнула и полетела с третьего этажа прямо на клумбу с пионами. Странно. Наверное, когда я падала, он перевернулся. Соня снова посмотрела в бинокль и в двух шагах от себя увидела огромного дворника Седова, замахивающегося на нее огромной метлой. Ак-ак-ак-ак-ак! И Соня бросилась на утюг. прибежав домой, она повесила бинокль на стену и больше не брала. Слишком опасная эта вещь. С какой стороны не посмотришь одни неприятности. Мухи По комнате летали большие наглые мухи и никак не давали собачке Соне уснуть. Соня отмахивалась от них и лязгала зубами, но мухи не отставали. Ну, погодите! И Соня отправилась в прихожую и сняла с гвоздя мухобойку. Это такая палка с пришлепкой, которой наказывают мух. Соня решила начать с кухни. Большая толстая муха сидела и почесывалась на стакане. Рак-рак-рак! И толстая муха со звоном упала на пол. Вторая муха разгуливала по сахарнице. Два! И муха вместе с сахарницей свалились под стол. Третья муха сидела на портрете дедушки. Не Сониного, конечно, дедушки, а Иван Ивановича. Но Соне это тоже не понравилось. Три! Сказала собачка Соня. Потом сказала четыре! Потом пять! Когда Соня сказала шесть, с работы пришел хозяин. Это что такое? Увидел он разбитый стакан. Муха! А это тоже муха. Это тоже муха? Спросил Иван Иванович, поднимая упавшего дедушку. И я немножко. Созналась собачка Соня из-под дивана. Ну вот и убирай все вместе с мухами. Иван Иванович принес из ванны швабру. Это такая штука, которую выметают из-под дивана мусор и маленьких собачек. И ушел гулять один. Эх, несправедливо все-таки получается. Мух вон сколько, а убирать у меня одной. Как Соня поймала эхо. Однажды собачка Соня решила поймать эхо. Эхо? Это такой зверь или птица или еще кто-нибудь, с которым можно разговаривать, когда целый день сидишь одна в квартире. Ему скажешь гав-гав и оно тебе гав-гав и это маленькое эхо. А большое то, которое в лесу живет, оно гав-гав-гав-гав отвечает. Но Соня и не мечтала о большом. Во-первых, квартира у них была маленькая и хозяин мог не разрешить Соне держать большое эхо. А во-вторых, оно могло оказаться больше маленькой Сони, и тогда уж не Соня поймала бы эхо, а эхо утащило бы Соню в лес. Поэтому Соня на большое эхо не рассчитывала, а рассчитывала на маленькое, то, которое жило во дворе. только где во дворе жило это эхо, Соня не знала. Иногда оно отзывалось из-под арки, иногда откуда-нибудь из-под соседнего дома, но стоило Соне броситься к нему, как оно оказывалось уже на другом конце двора. Соня обратно, а оно на прежнем месте сидит. очень это эхо хитрый и осторожный зверь, или птица, или еще кто-нибудь. Но однажды, выйдя во двор, Соня увидела на тротуаре какой-то черный люк. Ох, как же я сразу не догадалась! Обрадовалась она и побежала домой за специально приготовленным для эха мешком. Эй! Крикнула Соня, заглядывая в люк. Эй! Отозвалось из темноты эхо. Что ты там делаешь? Ха! Живу я здесь! выходи! Выходи! Это зачем? Не, поговорить надо! Да некогда мне! И так без обед сижу! Ага! На это я тебя и поймаю! А колбаски не хочешь? Да! Ну, давай! Там! В мешке лежит! Крикнула Соня и стала спускать мешок в люк. Почувствовав, что эхо попалось, Соня изо всей силы дернула веревку и, затянув мешок, стала тащить его наверх. Эхо оказалось на редкость тяжелым. Наконец мешок показался из темноты. А за ним А за ним Соня увидела две огромные лапы в брезентовых рукавицах. Она в ужасе бросила веревку и пустилась наутек. Оглянувшись у подъезда, она увидела, что на краю люка сидело большое и черное эхо с мешком на голове и махало ей вслед кулаком. Но что это было? Зверь или птица или еще кто-нибудь? Соня так и не поняла. Косточка Как-то вечером Соня сидела на балконе и ела вишни. Года через два косточка думала собачка Соня сплевывая косточки вниз. Здесь вырастет вишневая роща и я буду срывать вишни прямо с балкона. Но тут одна косточка случайно залетела за шиворот одному прохожему. Это что такое? Рассердился прохожий и посмотрел наверх. Ой! Испугалась Соня и спряталась за ящик с рассадой. Соня сидела за ящиком и ждала. Но прохожий не уходил и тоже чего-то ждал. Наверное, ему хочется вишенки. Мне тоже было обидно, если бы кто-нибудь ел вишни, а мне бросал косточки. И незаметно бросила вниз целую горсть вишен. Прохожий поднял ягоды, но есть почему-то не стал, а стал ругаться. Ну, наверное, ему мало. И бросила вниз всю миску. прохожий схватил миску и убежал. Фу, невоспитанный какой! Даже спасибо не сказал. Но через минуту прохожий вернулся, а за ним пришел еще милиционер. А затем около них остановился еще один прохожий и узнав, что здесь бросают вишни, тоже задрал голову и тоже стал ждать. Что же это они думают, что у меня тут целый мешок? Рассердилась Соня и ушла с балкона. Она сидела на кухне, продолжала есть вишни и думала о своей вишневой роще. Но косточки теперь сплевывала на блюдце. Ведь если подумать, все и началось то с одной косточки. Соня и самовар Однажды собачка Соня решила попить чаю с вареньем. Наложила своего любимого вишневого варенья в блюдечко. Включила самовар, села и стала ждать, когда закипит вода. Сидела она, сидела, ждала, ждала, потом поглядела на самовар и вдруг увидела себя в самоваре. ой-ой-ой-ой. Это как же это я в самовар попала? Сидит она в самоваре, глядит на себя и ничего понять не может. Лапы у нее распухли, лицо вытянулось, а уши Как два больших лопуха Ой-ой-ой-ой-ой Наверное, я обварилась в самоваре Тут вода начала кипеть И из самовара повалил пар Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Я же могу свариться! И что было силы, прыгнула из самовара Она задела шнур, самовар повалился И из него хлынула горячая вода Но Соня уже успела отскочить в сторону Хорошо, что я вовремя догадалась выпрыгнуть Дуя на ошпаренный хвостик, думала умная собачка Соня А то бы я не заметила, как сварилась Пятно Однажды Соня ела из банки вишневое варенье И капнула на чистую белую скатерть Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Испугалась она, потому что хозяин Терпеть не мог пятен И страшно сердился, когда Соня садилась с немытыми лапами на стол Или прыгала на его светлые брюки Что же теперь будет? Подумала Соня, разглядывая яркое вишневое пятно Она попробовала слезнуть пятно Но пятно не слезнулось, а наоборот стало почему-то больше Соня принялась лизать дальше Лизала, 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 лизала Но чем больше она лизала Тем больше пятно росло И скоро из маленького аккуратного пятнышка Превратилось в огромное величиной с тарелку пятнище Еще немного И будет одно сплошное пятно И тут ей в голову пришла гениальная идея Собачка Соня вылила на стол остатки варенья И принялась их размазывать Никакого вишневого пятна не будет А будет прекрасная вишневая скатерть без единого пятнышка Думала умная собачка Соня Размазывая и разлизывая варенье по всей скатерти Когда все было разлизано Соня уселась полюбоваться своей работой И вдруг с ужасом обнаружила, что под банкой осталось пятно Ой, яркое белое пятно На прекрасной вишневой скатерти Соня заглянула в банку Но варенья там уже не было ни капельки Ох, как ругался Иван Иванович Увидев это пятно Хотя было оно вполне белое и чистое А что было бы, если бы я оставила то Грязное и некрасивое Просто страшно подумать Горчица Соня сидела перед тарелкой с овсяной кашей И думала о том, как в ее жизни мало удовольствий Очень странные эти люди Картошку или щи или кашу Едят по многу А всякие вкусные вещи Например, колбаску Варенье Или шоколадные конфетки Помалу Это неправильно Правильно Это когда наоборот Вкусного по многу А невкусного по чуть-чуть Вот хозяин Иван Иванович такой же, как и все Он бросает в большую миску каши Маленький кусочек масла А на толстый кусок хлеба Клал тонюсенький ломтик колбасы Я на его месте делала бы иначе Клала бы в большую тарелку масла Маленький кусочек каши А колбасу или варенье Вообще бы ела без хлеба Соня вспоминала все вкусные вещи Которые пробовала в своей жизни И облизывалась А ведь есть, наверное И еще что-нибудь очень-очень вкусное Чего я не пробовала Что-нибудь такое Что едят совсем понемножку Ведь чем вкуснее вещь, чем едят ее меньше И тут умная Соня Вспомнила Горчица Как же я сразу не догадалась Ведь Иван Иванович доставал горчицу Совсем по чуть-чуть На самом кончике ножа Затем осторожно намазывал его на хлеб И зажмурившись Отправлял в рот Потом он говорил И от удовольствия мотал головой И набрасывался на кислые щи И другие невкусные вещи Как будто они были шоколадно-мармеладные Соня достала из холодильника Зеленую баночку Открутила крышку И зачерпнув полную ложку горчицы Решительно сунула ее в рот Зажмурившись, сказала Соня И тут же почувствовала Как проглотила ежа Ядовитую змею И горячий утюг сразу И Соня Принялась носиться по квартире Опрокидывая все На своем пути Во рту у нее Все горело И полыхало Может, я превратилась В огнедышащего дракона Она хотела Посмотреть на себя в зеркало Но проносилась мимо С такой быстротой Что успевала заметить в нем Только кончик хвоста Может, надо срочно Надо срочно чем-нибудь затушить И бросилась к тарелке с водой Сначала она выпила всю воду Потом принялась тушить кашей Потом вчерашней картошкой Потом она проглотила остатки кислых щей И полбуханки черного хлеба Наконец огонь погас Ой Высунув распухший язык Соня сидела перед зеркалом И думала о несчастном Иван Иванович Теперь она знала Для чего он ест Эту ужасную горчицу Да После такой гадости И самые кислые в мире щи Кажутся вкуснее вишневого варенья Как собачка Соня Нюхала цветы Больше всего на свете Собачка Соня Любила нюхать цветы Цветы были такие душистые И так приятно щекотали в носу Что понюхав, я сразу начинала чихать Чихала она прямо в цветы Отчего они пахли И щекотали еще сильнее А собачка Соня Чихала еще сильнее И так продолжалось до тех пор Пока у Сони не начинала кружиться голова Или не облетали все цветы Ну вот Опять распотрошила весь букет Соня с грустью смотрела На осыпавшиеся лепестки И тяжело вздыхала Но ничего поделать с собой не могла К разным цветам Соня относилась по-разному Кактусы, например, она не любила Ну потому что, хотя они и не облетают Но когда чихаешь в кактусы Они больно вонзаются в нос Очень нравились ей Сирень, пионы и георгины Больше же всего Собачка Соня Любила чихать на одуванчике Набрав их побольше Она усаживалась где-нибудь на скамейке И пушинки летели По двору, как снег Это было Необыкновенно красиво Лето на дворе И снег идет И становилось даже, вроде как, немножко прохладнее И Иван Иваныч сразу же загонял Соню домой Боясь, что она простудится Он вообще мало чего понимал в красоте И цветы домой приносил редко К счастью Перед домом Прямо напротив окна Была разбита большая клумба пионов И собачка Соня Частенько забиралась в нее с головой И чихала в свое удовольствие Но однажды Ее подкараулил дворник Седов Ага! Так вот, кто портит мои пионы! И долго гонялся за собачкой Соней с метлой Соня Пожаловалась Иван Ивановичу Но тот и не подумал Заступиться за нее И вообще Мне не очень нравится Когда ко мне приходят гости А ты начинаешь чихать в их цветы Воспитанные собачки так не делают Чихать нужно не в цветы А в носовой платок Я представила, как буду глупо выглядеть Сидя в цветах С носовым платком Но ничего не ответила А Иван Иванович И в самом деле Купил ей носовой платок И теперь Когда к ним приходили гости Соне приходилось чихать В этот платок Но если дома Или на улице Поблизости Никого не было Собачка Соня Чихала не в платок А в свое удовольствие Потому что так Значительно приятнее Как Соня Училась читать В квартире у Ивана Ивановича Было очень много книг Двенадцать или восемнадцать Или целых сто Сто это такая цифра До которой Ну даже Иван Иванович Редко досчитывал А я умела только до десяти И чё пыляться? Подумала однажды Соня И попросила хозяина Научить ее читать Хорошо Но для начала Ты должна выучить все буквы В алфавите их тридцать три А Б В Г Д Е И так далее Понятно? Ф Аф Баф Гаф Даф Еф И так далее Еф Ух Вздохнул Иван Иванович Когда Соня Наконец Выучила все буквы Правильно А теперь Попробуем читать Какое слово Мы выучим первым? Сосиски Слово сосиски состоит из семи букв С О С И С К И Получается СО СИСКИ А большие сосиски или маленькие? Это не важно Повтори С О С И С К И Получаются сосиски Ну только как же это не важно Очень даже важно А вот слово СЛОН Состоит из четырех букв С Л О Н Получается СЛОН С Л О Н О Значит сосиски большие Если СЛОН Всего из четырех букв А сосиски из семи Ой Просто гигантские СОНЯ Попыталась представить сосиски из семи букв Но у нее даже не хватило воображения А вот КОШКА Состоит из пяти букв К О Ш К А Повтори Глупость какая Где же доведено, чтобы КОШКА Была больше СЛОНА Да не КОШКА больше СЛОНА А слово КОШКА Больше слова СЛОН Значит это неправильные слова Если в КОШКЕ пять букв То в СЛОНе должно быть по крайней мере Пятьдесят пять Это как же? А вот так Слово, 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 слово. Хватит! Хотя слова и были неправильными, Вскоре Соня научилась читать их вполне правильно. Кроме одного слова – кошка. Соня читала вместо этого... Как Соня потеряла всё на свете. Однажды Иван Иваныч пошёл в магазин, а Соня велел сидеть и ждать его у входа. Сидела Соня, сидела, ждала, ждала. И вдруг подумала. Зачем же я его здесь жду? Раз он вошёл через вход, то выйти должен через выход. И побежала к выходу. Сидела она, сидела, ждала, ждала, а хозяин не выходит. Конечно! Ну зачем же он пойдёт через выход, если оставил меня у входа? И побежала обратно ко входу. Но Ивана Иваныча у входа не было. Странно. Наверное, он не нашёл меня и пошёл обратно в магазин. И побежала в магазин. Она обнюхала все прилавки и облаяла все очереди. Но Ивана Иваныча не нашла. Понятно. Наверное, пока я ищу его здесь, он ищет меня у выхода. Но у выхода снова никого не оказалось. Ой-ой-ой-ой. Кажется, Иван Иваныч потерялся. Она растерянно огляделась по сторонам и вдруг увидела вывеску «Бюро находок». Извините, у меня пропал хозяин. Хозяев к нам не приносят. Вот чемоданы или часы – это другое дело. А вы часы не теряли? Нет. У меня их нет. Жалко. Если бы у вас были часы и вы бы их потеряли, мы бы их обязательно нашли. А насчёт хозяина… Обратитесь в милицию. Соня вышла из бюро ужасно расстроена и тут же увидела милиционера. Он стоял на перекрёстке и пронзительно свистел в свисток. Ау-ау, товарищ сержант, у меня пропал хозяин. Милиционер так удивился, что даже перестал свистеть. Как имя, отчество, фамилия пропавшего? Иван Иваныч. А фамилию я не спрашивала. Плохо. А где живёт? Знаете? Ой, знаю. Мы живём? Ой. Ой. И тут Соня поняла, что вместе с хозяином потеряла всё. И квартиру. И дом. И улицу. И всё, всё на свете. Не знаю. Соню, что же мне делать? Дайте объявление в вечерней газете. И показал дом, в котором находилась редакция. Что вы потеряли? Спросили Соню в окошке с надписью «Найду». Рядом было ещё три окошка. Куплю, продам и потеряю. Всё. Напишите. Маленькая собачка Соня потеряла хозяина Ивана Иваныча. Вместе с прекрасной однокомнатной квартирой. Двенадцатиэтажный кирпичный дом. Уютный дворик с цветочной клумбой. Детской площадкой. Мусорным баком. И забором, под которым зарыто... О нет, под которым зарыто не пишите. Мало ли кому что в голову взбредёт. А также большую улицу с магазином продукт. Ларёк с мороженым. Дворника седовос. Хватит. На всё место не хватит. Места в газете оказалось очень мало. И объявление получилось совсем коротким. Потерялась маленькая собачка Соня. Обещанное вознаграждение. Вечером Иван Иваныч прибежал в редакцию. Кому вознаграждение? Мне. Скромно сказала собачка Соня. И получила дома целую банку вишнёвого варенья. Соня была очень довольна. И даже захотела как-нибудь потеряться ещё разочек. Но фамилию хозяина и свой адрес выучила наизусть. Потому что без этого и в самом деле можно потерять всё на свете. Как Соня превратилась в дерево. Настала осень. Цветы на газоне завяли. Кошки попрятались в подвалы. А во дворе появились большие мокрые лужи. Вместе с погодой испортился и Иван Иванович. Он рассказывал всем прохожим, что у Сони грязные лапы. Из-за чего никто с ней не хотел играть. Мало того, после каждой прогулки он загонял Соню в ванну и мыл её там с шампунем. Это такая гадость, после которой ужасно щиплет глаза и изо рта лезет пена. А однажды собачка Соня обнаружила, что шкафчик, в котором хранилось варенье, закрыт на ключ. Это так её возмутило, что Соня решила навсегда убежать из дома. Вечером, когда они гуляли с Иваном Ивановичем в парке, она убежала в самый дальний конец парка. Но что делать дальше, не знала. Кругом было холодно и тоскливо. Соня села под деревом и стала думать. Хорошо быть деревом. Деревья большие и не боятся холода. Если бы я была деревом, я бы тоже жила на улице и ни за что не вернулась домой. Тут ей на нос свалился мокрый и холодный жук. А может, я деревом становлюсь, раз по мне жуки ползают? Тут подул ветер. И на голову ей опустился большой кленовый лист. За ним другой, третий. О, так и есть. Начинаю превращаться в дерево. Скоро собачка Соня была усыпана листьями, как маленький кустик. Согревшись, она стала мечтать о том, как вырастет большой-пребольшой. Как береза или дуб или еще что-нибудь. Ой, интересно, а каким я деревом вырасту? Хорошо бы каким-нибудь съедобным. Например, яблоней. Или лучше вишней. Буду сама срывать с себя вишней и есть. А захочу, наварю себе целое ведро варенья. И тоже буду есть, сколько захочу. Тут Соня представила, что она большая, красивая вишня. А внизу под ней стоит маленький Иван Иванович и говорит. Соня, дай мне немного вишенок, а? Не дам! Ты зачем прятал от меня варенье в шкафу? Соня! Соня! Послышалось неподалеку. Ага, вишенки захотелось. Ой, хорошо бы у меня еще пара веток с сосисками выросла. Вскоре между деревьями показался Иван Иванович. Такой грустный, что Соня даже стала жаль его. Интересно, узнает он меня или нет? И вдруг в двух шагах от себя увидела противную ворону, подозрительно поглядывавшую в ее сторону. Соня терпеть не могла ворону и с ужасом представила, как эта ворона сядет к ней на голову или даже совьет на ней гнездо, а после начнет клевать ее сосиски. Кыш! 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 Замахала ветвями Соня. И из большого вишнево-сосисочного дерева превратилась в маленькую дрожащую собачку. За окном падали крупные первые хлопья снега. Соня лежала, прижавшись к теплой батарее, и думала о заморозках, объявленных по радио, о кошках, которые любят лазить по стволам, и о том, что деревьям приходится спать стоя. Но все-таки ей почему-то было очень жаль, что она так и не смогла стать настоящим деревом. В батарее тихонько, по-весеннему, журчала вода. Ах, наверное, просто погода такая. Не сезон, но ничего, подождем до весны. Обои Однажды Иван Иванович решил сделать ремонт. Ремонт – это когда стулья, шкафы, диваны и другие вещи перетаскивают из комнаты в прихожую, из прихожей на кухню, потом обратно в прихожую, потом снова в комнату. А тебя в это время запирают в ванной, чтобы не мешалось под ногами. Иван Иванович побелил потолок, покрасил подоконники и оклеил комнату новыми салатовыми обоями. Вот теперь другое дело. Но Соне комната решительно не понравилась, особенно обои. Старые были значительно лучше. Во-первых, на них были нарисованы желтенькие цветочки, которые, хотя и не пахли, но разглядывать их было очень интересно. Во-вторых, в некоторых местах обои были порваны, и из них торчали клочки, как будто из стены росли чьи-то уши. Соня потихоньку тянула их, надеясь со временем вытащить оттуда зайца или ослика. И, наконец, в углу темнело большое загадочное пятно, похожее на инопланетянина, с которым Соня иногда любила поговорить. «Ничего такого, ни цветочков, ни ушей, ни пятна на новых обоях не было. Сплошная салатовая стена, на которой разглядывать-то нечего». Полдня Соня бродила по комнате, пока ей в голову не пришла отличная идея. Она быстренько достала банку из-под апельсиновых долек, в которой лежали цветные карандаши и принялась за дело. На одной стене Соня нарисовала большое-пребольшое море с волнами и чайками, летавшими высоко под самым потолком. Из второй стены получилась лужайка, на которой росли цветы, бабочки, вот же коровки и другие насекомые. С третьей стороны Соне захотелось нарисовать дикий загадочный лес. Но там уже стоял шкаф. А рисовать на окне было бы совсем глупо. Что же это за дикий лес, в котором виден магазин продукты, висят красные флаги, и который подметает дворник Седов? Вздохнув, Соня убрала карандаши. Затем она взяла подушку, села посреди комнаты и представила, что она одна-одна на берегу необитаемого острова. Что это такое? Услышала она вдруг знакомый голос и открыла глаза. У стены стоял Иван Иванович и трогал пальцем волну. Это море. Я тебя спрашиваю, кто тебе разрешил портить обои? И, не дожидаясь ответа, отправил Соню в угол. Почему же портить? Думала собачка Соня, разглядывая рисунки. Она терпеть не могла стоять в углу. Но в этом углу стоять оказалось очень интересно. С одной стороны виднялся край моря, с другой красивая лужайка с цветами и бабочками. Все-таки не зря я рисовала. Через неделю Иван Иванович снова оклеил комнату новыми обоями. Такими же чистыми и неинтересными. Но теперь Соня знала, что где-то за ними гудят пчелы и стрекочут кузнечики, поют птицы и шумит море. А что было потом? Читать книги Соне очень нравилось. Но очень не нравилось ей, что все книги кончаются одинаково. Конец! А что было потом? Ну, когда волк распороли брюхо и красная шапочка с бабушкой выбрались оттуда живые и невредимые. Потом? Наверное, бабушка сшила ей волчью шубу. А потом? А потом? Потом на красной шапочке женился принц и они жили долго и счастливо. А потом? Ну, не знаю. Ну, отстань, а! Ничего потом не было. Соня обиженно уходила в свой угол и думала. Ну, как же так? Не может быть, чтобы потом ничего-ничего не было. Что-нибудь ведь потом добыла. Однажды, роясь у Ивана Ивановича в писеменном столе... Ой, это самое интересное место, за исключением холодильника. Соня нашла большую красную папку, на которой было написано «Глупая собачка Соня» или «Правила хорошего тона для маленьких собачек». «Неужели это про меня?» Так почему же «Глупая»?» Она зачеркнула слово «Глупая», написала «Умная» и села читать рассказы. Последний рассказ почему-то оказался недописанным. «А что было потом?» Спросила Соня, когда Иван Иванович вернулся домой. Потом... Ага. Потом собачка Соня заняла первое место на конкурсе «Мисс Дворняшка» и получила золотую шоколадную медаль. Ой, это хорошо! А потом? Ну, а потом... Потом у нее появились щенки. Два черных, два белых и один рыжий. Ой, как интересно! Ну, а потом... А потом... Хозяин так разозлился, что она без разрешения лазит в его стол и пристает к нему с глупыми вопросами, что взял большую... Нет! Не было такого потом! Все! Конец! Ну, вот и отлично! Сказал довольный Иван Иванович и, придвинувшись к письменному столу, закончил последний рассказ так. Конец! А что было потом? Спросила умная собачка Соня из-под дивана. Иван Иванович